36-летняя Наталья Коптелина на работу в Горсовет подъезжает на социальном такси. С гордостью депутат говорит, ни один город в стране, даже Москва и Питер, не могут похвастаться наличием в автопарке 10 вот таких специально оборудованных автомобилей, на которых инвалиды могут совершить 20 бесплатных поездок в месяц. В том числе это, конечно, и ее заслуга. Для России депутат-колясочник это пока скорее нонсенс, но такие депутаты должны быть везде, считает Наталья Олеговна. Невероятно дисциплинированная сама, она не пропускает ни одного заседания и, глядя на нее коллегам, говорит, бывает стыдно филонить. И у нас Горсовет такой, так, Наташа опять тут, так, как-то аж, и я еще сижу, говорю, так, почему опаздывает. Депутат Коптеленина входит в состав всех комиссий городского совета и какой бы вопрос ни был на повестке, она всегда спрашивает, а будут ли учитываться интересы людей с ограниченными возможностями. Когда возводили объекты универсиады, она лично тщательно все их инспектировала. Охи досталась тогда строителям от этой с виду беспомощной девушки. Я говорю, смотрите, вот здесь я не могу заехать, тут не хватает порожка, вот тут не хватает поручня, вот тут я не могу нажать там до кнопки, вот тут, смотрите, не хватает кушетки, потому что мы раздеваться в раздевалке, сидя, мы не можем. Вот как стять на кляске штаны? Нужна кушетка, чтобы на нее лечь, приодеться, раздеться. Наталье было всего 22 года. Красный диплом вуза, спортсменка, красавица. Летним утром 2007 года она с товарищем ехала в Хакасию на танцевальной гастроли. На серпантине водитель не справился с управлением, машина улетела с трассы, много кувыркалась, Наталья вылетела через заднее стекло. Когда очнулась, тело не чувствовала уже совсем. Множественные переломы позвоночника, а потом 20 серьезнейших операций. Были вот сложные моменты, когда мне, говорю, порвали трахею и пищевод, и у меня все попадало в легкие. И мне порядка месяца-двух нельзя было хватать даже слюни. И ты просто лежишь, и тела нет. Когда после года активнейшая реабилитация, она вернулась домой, реальность оказалась суровее, чем она предполагала. Когда ты заперт в собственном теле, то и дома полностью беспомощен. Без поддержки других нельзя попасть ни в туалет, ни в ванну, ни на балкон. Но за пределами квартиры мир оказался еще более жестоким. И там на тебя начинают все, вот так как на прокаженного смотреть. И ты думаешь, ребят, да я просто сломался, я просто получил травму, я не болею, я вас не заражу, ничего не сделаю вам плохого. Почему же вы так смотрите, как будто бы я какой-то, ну, отброс или еще кто-то. Приезжаешь домой, и потом у тебя, конечно же, стресс, тебя трясет, начинаешь плакать. И потом, наверное, ну, неделю ты просто отходишь от того, что ты раз вышел за пределы своей квартиры. Депутат Коптеленина говорит, не упасть в бездну, безысходность и отчаяние помог спортивный характер. Она мечтала только добраться до спортзала. Тогда она восстановится. Пыталась, ее привязывали, она по несколько часов в день качала пресс. На ее кистях шрамы, это ударами тока ей пытались оживлять руки. Но, увы, даже не все коллеги знают, насколько глубока степень парализации ее тела. Да видите, я все время даже держусь. Если я, я могу сидеть так, но если меня кто-то толкнет вперед, я не смогу сесть обратно. Видите, парализация, это полная. Ничего ж не работает, я ж не могу ни стакан воды взять. Получается, попасть нужно вот этим местом по клавишам. И это вот на телефоне не очень удобно, на планшете побольше. Но если клавиатура, то там я вообще могу очень быстро печатать. Теперь ее режим просто адский. По днем в пять утра, отбой в час ночи, днем депутатские дела, встречи с избирателями, у нее обширная переписка с инвалидами, собственные онлайн-курсы. При таком раскладе про возможную личную жизнь. В конце концов, инвалидность – это ведь не крест для такой красавицы и умницы. Она запретила себе даже думать. Я понимаю, что если я смещу фокус на эту историю и начну просто позволять себе жить, выходить на какие-то мероприятия и просто общаться, то у меня все получится, все появится и так далее. То есть я не верю в то, что теперь крест и так далее, но это фокус. Но если я смещу фокус, когда буду делать другие дела? Мысль о том, что жизнь закончилась – это путь в никуда. Так появилась команда единомышленников Натальи Каптеринина на основе собственного опыта учит людей этому искусству малых шагов. Не надо отравлять мозг страданиями и жалостью к себе. Не надо ставить глобальные цели. Научился пить без посторонней помощи. Даже если один пальчик зашевелился, это уже победа. И так шажок за шажком к мечте. Запустила проект для людей здоровых. Называется «Перезагрузка», когда я просто, как говорится, ставлю голову с ног на голову, да, вообще меняю сознание о том, что почему же вы жизнь-то не любите. Что как так вы сидите и расстраиваетесь от своих проблем, что столько возможностей. И я вот сейчас вам постараюсь занести. А у нас же стереотип, что мы помогаем инвалидам. Мы их спасаем, они бедны, несчастны. Нет, ребят, они вам помогут. Жить и мать же. Наталья Кичина, Владимир Антонов. Новости ТВК. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова